Восемь лет происходила там война. Жители Донбасса постоянно жили чуть не военных, на военном положении. И когда уже наше правительство и наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин долго не мог себе позволить оставить это все и закрыть на это глаза, когда гибнут наши. Решение начать проведение специальной военной операции было вынужденным. Оно являлось ответом отражения агрессии со стороны Украины, которая стремилась к силовому разрешению конфликта в Донбассе. Ветеран афганских событий, участник СФО Зияудин Абдулаев, как и все, услышал о решении президента о начале специальной военной операции во время официального обращения. Я уже четко давал для себя эту установку, что я буду там. 30 лет отдать патриотике этой республике и остаться безучастным, и смотреть, что там творится, когда у тебя есть возможность, есть физическое здоровье. Почему бы не поддержать наших молодых ребят там? В поддержке молодые солдаты и вправду нуждались. Ведь первые дни для них были самыми сложными. Все вокруг было ново, чуждо, не было никакой связи с близкими и родными. Только чувство любви к родине и патриотический дух, вселявший в бойцов силу и веру. По словам участника СФО Зияудина Абдулаева, жители самой Украины делятся на две категории. Одна, которая настроена гневно и ведет агрессивную политику против русских солдат. Вторая, более лояльная. Но в основном это взрослое поколение. Они приносят еду, все. Но если мы оттуда уйдем дальше, или не дай бог, не смогли удержаться в этом городе, как произошло в Изюме. Мы Изюм брали, я только в госпитале узнал, что мы Изюм сдали. А сколько там было народу? Мы получали, допустим, сухпои, получали сгущенку. Мы эти жители, которые не покинули, остались там. Мы им приносили, кормили. С первых дней начала специальной военной операции город Касписк активно собирает и отправляет гуманитарную помощь на территорию Донбасса. В основном это продукты питания, термобелье и самое приятное, что греет душу нашим бойцам, письма. Больше всех радует это письма. Письма наших школьников. Вот боец не лезет туда, когда вскрывается вот эта коробка, он не берет там гущенку, там лезет. Они за письма хватаются. Они, знаете, на что надеются и верят то, что, возможно, одно из этих писем его сына, его дочки. И эти же случаи происходили вот так. И вот эти письма, они такие искренние. Мы не воюем жителями Украины. Мы боремся с западными наемниками и бандеровцами, которые безжалостно уничтожают все на своем пути, отметил Зеодин Абдулаев, а также обратился ко всем нашим бойцам. Ребята, вы мужественны. Вы уже своим героизмом, мужеством, стойкостью уже показали свой характер, показали дух, что мы просто уверены, что вы выполните эту задачу спецоперации достойно, что вернетесь живыми и здоровыми к своим семьям. Хочу пожелать родителям, хочу пожелать матерям, женам, военнослужащим, верьте. Верьте в все хорошее, что ваши сыновья, ваши мужья, ваши дети вернутся. Асияту Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, телеканал Среда.